Оппозиция от латинского переводится как противопоставление, поэтому все партии, кроме правящей, являются оппозиционными, считают некоторые политологи. В любом случае, цели и задачи других партий отличаются от целей и задач правящей партии. Так что, в принципе, у нас получается пять партий оппозиционных, которых будут в любом случае рады, если, допустим, у партии власти будут хуже результаты. Но другие политологи говорят, что оппозиционных партий нет. Если власти включают адам-ресурс и не позволяют регистрировать партию, это будет отличной иллюстрацией, что люди во власти не способны меняться и двигаться в сторону демократии. В Минюсте признались, что оппозиции отказали в регистрации, но все на законных основаниях. Действительно были заявки. Я бы не назвал заявки оппозиционными. Просто группы людей направляли заявки в Министерство юстиции для того, чтобы начать процедуру создания политической партии. Эти заявки были не соответствующими правилам, определенными в законодательство, поэтому были отказы. Тут вопрос такой, что может быть протестное голосование. То есть, возможно, что люди будут голосовать за любую партию, которая не партия власти. Поэтому протестные голоса могут достаться любой партии на самом деле, уверены политологи. Снижение порога для создания политической партии 40 тысяч до 20 тысяч членов партии не привело к созданию новых организаций. Кроме того, на каждого кандидата в депутатское кресло партия должна заплатить более 600 тысяч тенге. Если партия проиграет, партии эти деньги не вернут. Надо понимать, что создание партии – это очень сложный и дорогостоящий процесс. Это не так, чтобы кто захотел, вот я, допустим, думаю, какой-то гражданин, человек захотел сегодня создать партию и пошел, сдал документы на регистрацию и создал. Нет, он должен показать, что он пользуется авторитетом, у него есть единомышленники, у него есть ресурсы для создания политпартии. Напомним, в Казахстане запретили оппозиционное движение кущей партии СССР. Его считают преемником ДВК. Гражданские активисты считают, что необходимо внести поправки в закон о выборах, чтобы позволить баллотироваться независимым кандидатам. По их словам, избирательный порог в 7% для прохождения в парламент слишком высок в условиях Казахстана и явно служит барьером для оппозиции. Есть оппозиция в соцсетях, говорят наблюдатели, но в Фейсбук могут лайкать тысячи, а на реальные дела готовы единицы. Боржанши Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.